Презентуй бронь! 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 Санowni Państwo, Дzień dobry! День dobry! День, это очень важная, это дитя для нас всех, это святофлаги Реczyпосполите, но это также очень важный день для России, также из-за другой причины. В мае сейчас обходим 99. р. выбуху III Повстания Силонского. Повстание, на котором цели стоят и до которого выбуху до проводил не кто-то, но только Вячес Корфанты, сын Силонской земли, который большинство своего жизни посвящал на то, чтобы превратить Польский Силонск в Польске. Так можно это сказать. Выставка вспомнить его знание выступления в Рейстаге, когда 25 пащернека 1918 р. говорил о том, что Полцы и Польска в будущем, которая повстает, абсолютно не хотят брать ни пенсии прусской земли. Польска ма се отродить с тех земли, которые с полскими, а которые были разрушены между три пащата заботы. То есть акцентовал очень сильно то, что Силонск был этнически полский, и стон был полской земли, которая должна была принадлежать до Польской. И так тоже стало именно благодаря политическим и политическим, а также и тем силам militарным и доводчим, именно Вячеслава Корфанты. Мы ему за это очень благодарны. И смело можно сказать, что в среду ойцов неподлегности применены, есть сказаны, как именно тот, который, в эффекте, Горный Силонск стал частью политики и стал частью политики вместе со своим великим заплечем суромцовым, вместе со своим великим заплечем премисловым, деки чему II Рzeczпосполита могла себя развивать. Это огромная заслука Вячеслава Корфанты для России, если chodzi о отзывание через него неподлегности, если chodzi о возможности развития там, в II Рzeczпосполите. Но помните о том, что Вячеслав Корфанты был также и позже в II Рzeczпосполите великим, значимым политиком, был вцепремиером в II ряде Винценте Витаса в 1923 году, а затем можно сказать, что большинство своего жизни посвященствует посвященствует службе publicной. И это огромное, что в дни, 2 мая, в Дни Швейта Флаги Респосполите, а также в 1999 ручнице выбуху III Повстания сломского, могу вложить хоул в имене целого политического народа, именно Вячеслава Корфанты склата этот венец и склата дякую его великой работы и службе, которую он реализовывал, чтобы Полска была полска, силна, чтобы отзыскала свою неоподлеглость, суверенность, а прежде всего, чтобы ее частью была важна, незвыкле, земля под многими взглядами, которую был, и есть Шлоск, а в особенности Горный Шлоск. Спасибо. 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 за субтитры